Россия решила приостановить безвизовый режим с Турцией с начала 2016 года. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с сирийским коллегой Валидом Муалемом. Принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы приостановить безвизовый режим, который сейчас действует между Россией и Турецкой Республикой. Это решение вступит в силу с 1 января следующего года. Сергей Лавров заявил, что сбив российский Су-24, руководство Турции перешло грань допустимого. Оно рискует завести страну в тяжелейшую ситуацию. Также министр иностранных дел поблагодарил Дамаск за помощь в спасении российского летчика. И заявил, что Москва настаивает на включении убийц-пилота в список террористических групп. Валид Муалем, в свою очередь, сказал, что соболезную теме военнослужащих и назвал действия Турции, цитирую, «провокационным актом агрессии». Этот акт агрессии является вызовом суверенитету Сирии, так как самолет был сбит в сирийском воздушном пространстве, и Турция до сих пор не смогла предоставить внятных доказательств касающихся этого инцидента. Мы считаем верхом цинизма ситуацию, когда некоторые из этих стран заявляют о своей приверженности соответствующим решениям Совета Безопасности ООН, объявляют себя участниками антитеррористических коалиций, а на деле ведут свою игру, в которой террористам отводится роль, по сути дела, негласных союзников.